Привет, с вами Тимур Асланов и мы говорим про коммуникации. Как избежать неловких пауз в разговоре? Каждый из нас попадал в ситуацию, когда в диалоге возникает пауза, которую никто из участников беседы не может заполнить. И обоим от этого неловко. Вы встретили знакомого в самолете или поезде, оказались на соседних креслах, лететь пару часов, а у вас уже через 10 минут исчерпаны все темы, которые лежат на поверхности. Кто сейчас где, общие знакомые, самые нашумевшие новости из телевизора и так далее. Впереди еще довольно долгий совместный путь, а поговорить, кажется, уже не о чем. Или в парке увидели старую приятельницу, которая тоже гуляет с ребенком. И пока дети посыпают друг друга песком и воюют за лопатку, вам нужно скоротать минут 20 за светской беседой. Но она не клеится. Как же избежать этих пауз и о чем говорить? Говорите о собеседнике. Каждому человеку прежде всего важен он сам, его персона, его достоинства, его успехи. Если человек, с которым вы ведете беседу, не особенно интересуется вами, не очень внимательно слушать, когда вы говорите о себе, самым правильным вариантом поддержания беседы будет переключение внимания на него. Спрашивайте. Кто задает вопросы, тот и управляет беседой. Спрашивайте о нем, о его работе, о его семье, о его отношении к тем или иным вопросам, о том, что он читает, смотрит, слушает. Спросите о детях, если они у собеседника есть. Это тема, на которую каждый родитель может говорить бесконечно. Кто-то будет с восторгом рассказывать о том, как его чадо делает успехи в еде и попытках делать первые шаги в школе, в программировании, в общении с девушками или юношами, в карьере и так далее. А кто-то с радостью поделится соображениями, что новое поколение не то, что мы, читать не хочет, ценности непонятные, куда мир катится. Задавайте открытые вопросы. На вопрос «Смотрел ли ты игру в кальмара?» собеседник может ответить коротким «нет» и снова замолчать. Это закрытый вопрос, позволяющий ответить «да-нет» и считать такой ответ исчерпывающим. Для затухающей беседы лучше всего подойдут вопросы открытые, на которые односложно ответить довольно трудно. Начинаются они, как правило, с вопросительных слов «как», «какой», «что», «почему», «где» и так далее. Что порекомендуешь посмотреть из новых сериалов или фильмов? Не подскажешь, что почитать из свежего? А как ты попал в эту компанию на работу? А почему вы решили поменять отрасль и направление работы? Тут уже односложным ответом не отделаешься, и собеседник, увидев ваш интерес к своей жизни, может пуститься в пространный рассказ о перепятиях собственной судьбы или о великолепном новом корейском сериале, который проглотил залпом. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Тимур Асланов. Пока!